Первый вопрос. Итак, что же ждет вас с вашим любимым человеком? Ага, мы переворачиваем эту карту и смотрим на нее внимательно. Что же там изображено? Позвольте и мне лицезреть. Ага, она называется существованием. Давайте изучать картинку. Здесь изображена божественная леди, которая, посмотрите, она сидит на цветке. Это какая-то опора, это какой-то замок, это какое-то прекрасное пространство, где она обитает, и она смотрит на звезды. Этот бесконечный мир, этот млечный путь. И эти звезды, вот он, этот божественный Дмитрий, как галактика, пролетает мимо нее, и она может загадать любые желания, которые в скором времени непременно осуществятся. Итак, подводя итог данного гадания, могу сказать, что вас ждет чувственная и романтическая встреча и реализация всех задуманных планов. И даже более, даже таких планов, которые являются, я бы сказала, глобальными для человечества. То есть, ваша встреча с Дмитрием, это не что иное, как кармическая встреча, которая поможет сделать этот мир лучше. Ну что ж, я жду следующих вопросов для моих любимых подписчиков, готова отвечать. Итак, прекрасная леди под названием Бука спрашивает, могу ли я родить ребенка. Посмотрим, что нам говорят карты. Итак, паш огня, на самом деле он символизирует цельность. И здесь говорит о том, что с одной стороны вот этот человечек, он подвешен, но с другой стороны на фоне него светит солнце. Солнце это успех, удача и реализация задуманных планов. Но, видите, он подвешен, как будто как гамак его растянули. Это говорит о чем? Что есть какие-то обстоятельства, которые заставляют его быть в таком подвешенном состоянии. То есть, непонятно, сможет ли реализоваться или нет задуманное желание в виде рождения ребенка. Для чего вам это испытание? На самом деле, нужно концентрироваться на себе, на своем здоровье, формировать намерения на то, что вы хотите. Если вы хотите родить ребенка, то делать определенные шаги по направлению к этому. В первую очередь, это связано с режимностью дня, с чистотой мысли, с чистотой тела, антипаразитарная программа, правильное питание, расписание и, конечно же, тантрические практики. Со своим любимым, наполняйте свое тело любовью, чувственными касаниями, думайте о малыше, который хотите. Также можно проконсультироваться у своего лечащего доктора на предмет ЭКО или каких-то других процедур. Ну что ж, если вам нужна моя помощь, готовы проконсультировать индивидуально. Но я уверена, что у вас все получится, потому что мир, он благосклонен и изобилен. И если у вас есть какое-то желание, значит, этого хочет Бог. Не забывайте, дорогие женщины. Вы, Татьяна спрашивает, какое мое предназначение? Друзья, у меня есть целая сессия по предназначению. И там, где у вас зиждется РАХУ и КЕТУ, скорее всего, там и есть ваше предназначение. Ну, давайте посмотрим. Ага, какое огромное и жаркое солнце. Ну, посмотрите, да, ваше предназначение светить, освещать, давать людям воодушевление, давать людям радости, даже рекомендации, советы. Все будет услышано вами. Вы солнечная леди. Может быть, ваше вообще призвание быть на сцене и светить. Вы посмотрите, туз огня – это человек на показ, это человек полной энергии, силы, знаний, жажды жизни. И этой энергией солнца он готов делиться со всеми. Ну, что ж, потрясающая карта. Занимайтесь больше практиками, поддерживайте тело в идеальном состоянии, и сознание будет исцелять вас, и сознание будет пестрить возможными вариациями для самореализации. Хорошо, следующий вопрос вы спрашиваете, Галя спрашивает, как вспомнить мою задачу для прихода на Землю? На самом деле мы ее никогда и не забывали, но сейчас мы посмотрим эту карту. Что же здесь изображено? Давайте вместе посмотрим. Прошлые жизни. Карта говорит о том, что желательно сделать регрессию и вспомнить все прошлые жизни, которые, скажем так, несут свои уроки, и вам желательно их прожить заново, для того, чтобы осознать свой жизненный путь, свою миссию и кармические задачи. Видите, карта прошлой жизни. Осознать, может быть, у вас будет сон, может быть, сделать медитацию на прошлые жизни и задать вопрос себе ниже следующий. Дорогая моя телесно-информационная матрица, я бы хотела, чтобы ты со мной повзаимодействовала и помогла мне вспомнить те прошлые жизни, которые мне необходимы сейчас для определенных проработок, проработок кармических узлов, либо каких-то задач, чтобы высвободить энергию для будущего. Вот, наверное, и так. Если вы хотите индивидуально поработать над своими прошлыми жизнями, буду рада вам позаимодействовать. Ну что ж, мои любимые, я вас всех обожаю и, наконец-то, достаю карту на сегодняшний день. Что же нас сегодня ждет? Эта карта, о, как я ее люблю, под названием «Новое видение». Это говорит о том, что после практики у нас повысились вибрации, и теперь наше сознание более светлое, более совершенное, и мы устремлены в новое видение. Вот, посмотрите, эти фиолетовые тона, такие же, как мои шортики. Видите, какой унисон случился цветовой гаммы вот этого прекрасного аватара карта ро с моим прекрасным внешним видом. Ну что ж, с моим называется «Смарт Кэжел». Я вас всех наделяю этим новым видением и желаю вам каждый день расширяться в области сознания и наполнять тело любовью за счет практик интегральной йоги. Увидимся в клубе, увидимся в «Экотел» и «Ретрите». Всех люблю, обнимаю. Всегда ваша Кейт Спирит. Привет вам из Майами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok